На старте Георгий Пекшин, кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике. В 91-м году на производстве сломал позвоночник. Спустя три года встал с коляски, начал ездить на спартакеады. И в 98-м сам открыл физкультурно-оздоровительный клуб для инвалидов в Заринске. На своем примере знает, спорт помогает преодолевать трудности. В 91-м год я через три года вышел на улицу, там другая государство уже. Никто не работает и так далее и тому подобное. А инвалид с первой группой у меня была, вообще никому не нужен. И я думаю, надо спортом как-то заняться. Мне уже было 40 лет, мне сейчас 66. Я еще занимаюсь спортом, поэтому и живу, в принципе. И здесь много тех, кто не желает впадать в уныние. На этот чемпионат по лыжным гонкам приехало 25 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Многие тоже пошли в спорт, чтобы укреплять здоровье и поднимать настроение. А дошли до олимпийских медалей. О спортсменах-инвалидах Алтайского края можно, конечно, говорить очень много. Но назову только одно, что у нас сейчас расширенный состав паралимпийской сборной команды Российской Федерации, которая готовится к соревнованиям, к Олимпиаде в Токио, включены 11 спортсменов из Алтайского края. Цифра впечатляет. А уже в марте на Спартакеаду инвалидов России в Красноярск регион отправит более 20 человек. И у края есть свои чемпионы, которые могут надеяться на медали. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком.